В Кыргызстане многие кандидаты от политических партий написали заявление о добровольном отказе от мандата или выходе из списка после того, как их партии победили в прошедших выборах. Число отказников уже превысило сотню человек. На прошедших выборах победили шесть партий, которые до выборов формировали списки кандидатов. Однако кандидатов много, а мест полученных в итоге мало. И партии начали продвигать вперед тех, кто им нужен больше в парламенте, предлагая тем, кто шел впереди по списку, написать отказы. Изначально при формировании списков учитывались гендерный баланс, наличие представителей нацменьшинств, молодежная квота и наличие лиц с ограниченными возможностями в списке кандидатов в депутаты. Теперь же в парламенте будут заседать те, кто не отказался от своего места. Изменение окончательных списков было и в прошлый раз, в 2010 году. Официально кандидаты выходят из списка по собственным желаниям, но нарушая закон. Однако определенная часть по результатам внутрипартийных договоренностей. Так уже 42 кандидата ушли из республики от ажурт. 34 из Кыргызстана, 10 из Анугу Прогресса. Впереди все другие партии. Кто же будет заседать в парламенте в итоге и кто уходит? Почему сейчас не соблюдаются квоты? Среди ушедших много и женщин, и представителей нацменьшинств. Каков будет нынешний парламент, нам рассказал политолог Бакыт Бакитаев. Что такое депутат? Депутат – это человек, за которого больше проголосовалось. Что такое чемпион мира по штангам? Это человек, который поднял больше всех килограммов. Меньше которого поднял, он не может быть чемпионом мира. Поэтому в нашей системе, в хыргызской, в своем стиле, шустряки, которые имеют хорошее отношение с лидерами партии, они протащили этот закон, записали, что этот список недотрагиваемый. И они, имея хорошее отношение с лидерами партии, проходят в парламент. Поэтому на сегодняшний день есть кандидатов-депутатов в списках парламентов, которые набрали на ответственных участках по 500-600 голосов.